Мы получим то, чего мы заслуживаем. Мы заслуживаем право на труд, право кормить свои семьи. Я правильно говорю? Да! Полчаса до очередного заседания суда по иску мэрии к рынку «Успех». Перед зданием собрались возмущенные работники рынка. С собой принесли плакаты с требованием прекратить уничтожение рынка. Добиваемся, чтобы оставили наши рабочие места, потому что это заработок для моей семьи. Это рабочее место не только для меня, но и для многих граждан Одессы. То есть там большой рынок и хотят его убрать, построить что-то другое. Или же потом, чтобы мы покупали по бешеным деньгам те же магазины и платили ужасно бешеную аренду. То есть сейчас не так очень легко зарабатываются деньги. Предприниматели уверены, правда на их стороне, как и закон. Предприниматели в свое время с разрешения арендодателя, земля была в аренде, они арендовали у троллейбусного парка, у структуры горосполкома, и построили капитальные строения. 20 лет эти капитальные строения никому не мешали. Предприниматели исправно платили налоги в казну города. Предприниматели исправно наполняли городской бюджет. Но сейчас понадобилась кому-то эта земля. Говорят, на месте рынка запланировано масштабное строительство. Для этого даже ряд коммунальных объектов хотят переносить. Рынок «Успех» занимает фасадную часть всей территории, которая очень интересна под застройку. За рынком находится троллейбусное депо, по которому уже принято решение, что его будут переносить. Горзелентрест, заправка, рядом сити-центр. Фасадная часть всего этого участка занимает как раз рынок «Успех». Мэрия в суде пытается отменить право собственности на павильоны, которые арендуют предприниматели. Если получится, торговые объекты можно будет снести. В прошлом месяце суд постановил отсрочить рассмотрение, так как остались открытые ходатайства. Ходатайства со стороны рынка о невозможности рассмотрения дела в данном суде, так как есть другие открытые дела, которые находятся в других судах. И это делает невозможным рассмотрение в данном суде нашего дела. Заседание суда даже не успевает начаться. А пока предприниматели рассаживаются в зале, какой-то шутник минирует здание. В итоге всех в срочном порядке эвакуируют. Покидайте здание. Среди, среди, среди. Не можем перейти. Предприниматели настроены решительно. Говорят, будут стоять, пока взрывотехники не закончат поиски мифического взрывного устройства. С учетом того, что люди на самом деле грамотные и все понимают, по крайней мере предприниматели рынка, да, ну и, скажем так, наши соратники, сочувствующие предприниматели, которых уже снесли. Вот. С учетом этого, что мы прекрасно понимаем эту технологию грязную коррумпированной власти, с учетом этого всего мы остаемся и будем стоять до последнего, ждать, пока нам не объявят официальное решение либо о переносе этого суда, либо пока не состоится суд. Вот эти вот махинации с нами не пройдут. Настойчивость предпринимателей не осталась незамеченной. После почти двухчасового обследования здания их все же впустили внутрь. И заседание началось. Судовое заседание оглашивается открытым. Господарским судом Одесской области разглядается справа за поздом Одесской местной ради до предприятий торговельно-посредственной фирмы «Успех» таблицов за межной предприятийностью. Таблицов за межной предприятийностью торговельно-посредственной фирмы «Успех Престиж». Но к рассмотрению спора так и не приступили. Судья не принял во внимание заявленные ходатайства о приостановлении дела. Юристы «Рынка Успех» сочли судью предвзятым и выразили недоверие. Для выражения своего пытания в суд выходит на врачу и наточник. Спустя полчаса после начала совещания поступил очередной звонок о минировании здания суда. По словам юриста «Рынка Успех» во второй раз здание суда заминировали не случайно. Просто тянут время. В шесть часов суд закрывается. На сегодняшний момент суд вышел в 16.00 до заседания. В пять часов услышал ходатайство. В 5.30 суд заминирован. Понятно, что сегодня мы уже в зал не попадем. И его решение по ходатайству, про его личный отвод, причем, заметьте, решение об отводе судья тоже рассматривает единолично. Предприниматели уходить не собираются, говорят с иронией, относятся к происходящему, как и сами правоохранители, которые второй раз вынуждены осматривать здание. Спустя полчаса ожидания к людям вышел секретарь. Говорит, судья озвучил решение под звукозапись, но сообщат его на следующей неделе. Очередное заседание состоится 13 апреля в 13.30. Предприниматели уверяют, свою борьбу не прекратят. Они вместе с юристами и небезразличными одесситами уже готовят коллективное обращение к президенту Украины, главе обладминистрации Михаилу Сагашвили и мэру Одессы с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Екатерина Лапицкая, Татьяна Милимко, Евгений Руденко, 7 канал.